Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня я расскажу, как изменились доходы белорусов за последние несколько месяцев. Пандемия коронавируса и последующие за ней меры по закрытию границ не могли не спровоцировать кризис в экономике. И, естественно, это не могло не отразиться на наших кошельках. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2020 года составила 1119 рублей. Прирост к предыдущему месяцу меньше 2 рублей. В прошлом году заветную планку в 1000 рублей средняя зарплата в нашей стране превысила еще в апреле 2019. И далее, хотя и с некоторыми колебаниями, продолжала расти как в рублях, так и в долларовом эквиваленте. В декабре прошлого года средняя зарплата белорусов выросла на 125 рублей. И связано это с выплатой различных годовых премий 13-х зарплат. При этом уже в январе 2020 года примерно на эту же сумму средняя заработная плата по стране отыграла обратно. Правительство держит свои обязательства повышать среднюю заработную плату в среднем на 10% в год. Нынешние февральские зарплаты по отношению к аналогичному периоду прошлого года действительно выросли в среднем на 9%. Все по графику. Но мировые кризисы вносят свои коррективы. По словам премьер-министра Сергея Ромаса, текущее положение дел в мировой экономике уже получило меткое определение – цунами экономического разрушения. И Беларусь, несмотря на контролируемую ситуацию по распространению коронавируса, не осталась в стороне от экономического шторма. Правительство вынуждено констатировать, что некоторые отрасли, наиболее чувствительные к происходящим процессам, оказались в достаточно сложной ситуации. Не работают традиционные логистические цепочки, не выполняются заключенные контракты. Как это проявляется непосредственно в нашем регионе? Возьмем первую оценку волового регионального продукта за январь-февраль 2020 года. Объем ВРП на Гомельщине в текущих ценах составил почти 2 миллиарда рублей. Это более 97% к уровню января-февраля 2019 года. При этом в первые два месяца объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 3 миллиарда 200 тысяч рублей. 93,4% к уровню января-февраля прошлого года. Пока падение небольшое, но все же есть. Эти цифры свидетельствуют о том, что в целом кризисные явления пока еще не привели у нас к существенным структурным изменениям. И существенно не повлияли на уровень зарплат. Они стабильны в рублевом исчислении. Традиционно самые высокие зарплаты у нас в Минске. По данным Белстата в среднем это 1591 рубль. Вслед за столицей расположились Минская область – 1105 рублей, Гомельская – 993 рубля, Брестская – 961 рубль, Гродненская область – 952 рубля, Витебская – 939 рубля и Могилевская – 921 рубль. Если рассматривать непосредственно наш регион, то самые высокие зарплаты по-прежнему сохраняются в Реческом районе – более 1150 рублей. И в Мозырском районе – более 1100 рублей. Областной центр находится на пятом месте по величине зарплат. В среднем до вычета налогов в феврале гомельчане зарабатывали 1047 рублей. На последнем месте по уровню зарплат по-прежнему находится Кармянский район. Сейчас здесь начисленная средняя заработная плата едва превышает 700 рублей. Традиционно в регионе самые высокие зарплаты у работников – IT-сферы. В феврале этого года фигурировала цифра в 3257 рублей. Учитывая, что по республике средняя зарплата в области информационных технологий составляет почти 4700 рублей, гомельские айтишники до нее не дотягивают почти 1500. Традиционно в числе лидеров, несмотря на кризис, остаются также сферы транспорта, финансов, горнодобывающей промышленности и нефтехимии. Минимальный уровень зарплат по-прежнему в сфере бытового обслуживания, культуры, искусства и социальных услуг. Таким образом, несмотря на кризисные явления, пока в целом реальный сектор экономики на Гомельщине сохраняет уровень зарплат для своих работников. Правда, не везде. Например, в марте руководство Белорусского металлургического завода издало приказ о приостановке выплат некоторых стимулирующих доплат. Документ также приостанавливает действие положения об образовании и использовании фонда материального поощрения персонала структурных подразделений и выплаты единовременной материальной помощи к праздничным и знаменательным датам. БМЗ пояснили, данное решение является одной из вынужденных мер, которые предприятие в нынешних условиях предпринимает для стабилизации своего финансового положения. Очевидно, что это только начало таких непопулярных решений на фоне сокращения зарплат в долларовом эквиваленте. Считайте сами. Если средняя январская зарплата до уплаты налогов у нас составляла 527 долларов, то февральская в пересчете по средневзвешенному курсу Нацбанка за соответствующий месяц уже 509 долларов. Это были цифры и факты с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин